Всем привет! Вы на канале Виктории. Сегодня я хочу показать вторую часть моего заказа по шестому каталогу. Это не косметические, не уходовые средства. И начну я. Приобрела я вот такое мыло для кухни, устраняющее запахи. Уже не могу я без него обходиться на кухне. Сюда к этому мылу вышел новый аромат нежное алое. Добавили еще значок антисептик. Антибактериальный. Вот они написали. Антибактериальный компонент. И вот они добавили этот значок. Содержит антибактериальный компонент. Мягко убирает неприятные запахи. Мыло для кухни, устраняющий запахи, чистота и защита. Эффективен против резких и неприятных запахов от рыбы, чеснока, лука. Сырого мяса, специи, сигарет. Содержит антибактериальный компонент. Не содержит спирта и триклозана. Супер эффект. Всем в одном уже здесь они. Прописывают. Устранение неприятных запахов. Удаление загрязнений. Для мытья столешниц, раковин, губок. Кухонных принадлежностей. Разделочных досок, скалок, ножей. Для очищения рук после приготовления пищи. Антибактериальный компонент. Нежный аромат алоэ вера. 300 мл. 24 месяца срок годности. С даты изготовления. Ну вот насчет аромата. Я бы не сказала, что аромат нежного алоэ. Какой-то, да, растительный аромат. Но алоэ слегка напоминает. И я бы сказала, что более химозный такой, растительный. Но с каким-то химическим ароматом. Алоэ очень-очень отдаленно напоминает. Вот такое мыло антибактериальное. Также взяла новый биоосвежитель воздуха на мягкой воде. Это цитрусовый микс натуральный. Тоже это серия Гринли. Решила попробовать. Особая биоформула на основе мягкой воды и натуральных эфирных масел. Создана для полезной ароматизации и очищения воздуха. Вот это, что с натуральными эфирными маслами. Меня это, конечно, заинтриговало. И я решила взять, как здесь заявляет производитель, натуральные композиции эфирных масел. Горького, грейпфрута, бергамота, лимона, перечной мяты. Создает искрящийся свежий аромат цитрусов. Дарит энергию, прохладу. Средиземноморского ксадов. Бодрит, избавляет от сонливости. Способствует творчеству и умственной активности. Ноль искусственных одушек, красителей и тому подобное. На основе касторового масла. Отвечает за равномерное однородное распыление. Ну, в общем, буду пробовать. Очень-очень уж его расхваливали. Также я взяла чай антистресс. Точнее, это травяной сбор, успокаивающий травяной сбор. Натуральный продукт. Хербл Ти. Я уже брала несколько этих разных вариантов. И вот решила взять весной-летом успокаивающий травяной сбор. Комплектация 100% натуральной травы. Контроль технологии выращивания. Комплексная поддержка организму. В каждом пакетике оптимальное количество того, что нужно организму. Я завариваю по 2 пакетика. Здесь написано, да, способ применения 1-2 фильтр пакетика. Положить чашку, залить стаканом кипятка. Настоять 5-10 минут. Не следует принимать при гиперчувствии к любому из компонентов. Но это понятно. Не является лекарством. 31,5 грамм. 21 фильтр пакетик по 1,5 грамма. То есть, когда я принимаю их, завариваю по 2 штучки. Вот 21 фильтр пакетик написано. Один всегда у меня остается. Так вот, здесь цветы ромашки, иван-чай, плоды шиповника, плоды фенхеля, трава лаванды, трава мелиссы, трава пустырника, корень валерьяны. Успокаивающие действия. Люблю я травяные сборы, поэтому беру разнообразные. Впервые взяла тоже попробовать чай, не чай, фэмили клаб, полезные продукты. Я выбрала себе фисташковый с ромашкой. Польза суперфудов, природные флавоноиды. Но, что я здесь для себя увидела. Что, так, чай улучшает настроение. Это мы все знаем. Тонизирует. Способствует очищению бронхов. Обладает противовоспалительным и антибактериальным действием. Благодаря флавоноидам. Ромашки и листьев ежевики. Регулярная ромашка. Девясил. Листья ежевики. Укрепляют сосуды и все остальное. Чай. Черный чай фисташковый с ромашкой. Состав. Вот что. Черный байховый. Ромашка. Лист ежевики. Девясил. И ароматизаторы. Фисташка и клубника. И вот это мне не понравилось. Что чай с ароматизаторами. Положите в чашку пакетик чая. Залейте кипятком. Дайте настояться 3-5 минут. И можно пить. 40 грамм. 20 пакетиков. Здесь я уже его вскрыла. Попробовала. Действительно ароматизаторы эти слышны. То есть они 100% натуральный чай. Вот такие 20 пакетиков. Пакетики конечно симпатичные. Приятно их брать на работу. Глянцевые. Красивые. С красивым рисунком. Чай приятный на вкус. И я же говорю, что чувствуется ромашка и земляника. Интересные. Попробую и другие чаи. Дождусь скидки. Выберу. Также в моем заказе были супы. Не чаев. Не смогла я пройти мимо. Я уже пробовала. Мне интересен состав супов. То есть очень сложно самому сделать этот состав. Суп карри, чечевицей, бамбуковой клетчаткой. То есть естественно самостоятельно составить такой набор супа нельзя. Поэтому мне интересно. Может быть будут какие-то такие вкусы, которые меня заинтересуют. И я буду брать их на постоянной основе. Потому что на самом-то деле это дороговатое удовольствие. Пять порций. Время приготовления 25 минут. Высокое содержание железа, фолиевой кислоты и пищевые волокна. Супы разработаны. Так, чтобы вы могли получить достаточное количество полезного белка, биодоступного железа и пищевых волокон, которых так часто не хватает в нашем рационе. Понятно. И способ приготовления ингредиенты. Кипящий бульон объемом 1,2. Высыпать содержимое пакета, перемешать, довести до кипения, убавить огонь. 25 минут. Снять сагля, добавить соль по вкусу. По желанию можно подать со свежей зеленью. Пять порций. Так, и что оно из себя представляет. Вот такая смесь. Это, наверное, бамбуковая клетчатка. Я все-таки думаю, что какие-то крупные частицы, что это. Потому что чечевица, понятно, или все-таки это перец. Так, состав. Чечевица желтая, овощи и зелень сушеные. Томаты, лук репчатый. Ага, это томаты. Томаты, лук репчатый. Чеснок, петрушка. Специи молотые. Карри, перец, чили. Бамбуковая клетчатка. Зеленый чай. Может содержать следы. Специи. Сельдерей. Вот такой суп. Еще один суп я взяла. Это суп среднеземроморский. С пастой Орзо и маслинами. С бамбуковой клетчаткой тоже. Здесь уже 7 порций. Бета-каротин, селен, пищевые волокна. 100% натурально. Так, что здесь. Рис пропаренный. Паста Орза. Мука грубого помола и твердых сортов. Овощи и зелень сушеные. Морковь, лук, репчатый, томаты. Так, овощи молотые. Паприка. Перец черный. Молотый. Бамбуковая клетчатка. Осторожно. Важно. Возможно нахождение. Содержит. Сельдерей. Орех. Вот здесь уже поинтереснее. Рис. Маслиный. Вот такой тоже интересный суп. И взяла я несколько вариантов каши. Каша овсяная с бананом и лукумой. С бамбуковой клетчаткой. Красивые тоже яркие эти картинки. Очень красиво. Три порции. Витамин В1. Магний. Фосфор. Время приготовления 5 минут. Состав. Хлопья овсяные. Банан. Бамбуковая клетчатка. Лукум. Порошок. Как оно здесь выглядит. Ну здесь не видно. Бамбуку. Не видно здесь и банана. Не видно. Лукум. Надеюсь, что... Ее мне положили. Следующая каша. Это мультизлаковая. С земляникой и кокосом. Тоже три порции. Витамин С. Магний. Фосфор. С бамбуковой клетчаткой. Так. Каша богата витамином С. Является источником пешевых волокон. Отличная натуральная поддержка иммунитета. Такой завтрак защитит от вирусов. И способствует росту здоровой микрофлоры. Хлопья овсяные. Хлопья. Так. Еще какие-то хлопья. Кокосовая стружка. Земляника сушеная. Бамбуковая клетчатка. Содержит глютен. Так. Здесь видно кусочки земляники. Думаю, что кокосовая стружка тоже есть. На три порции. 120 грамм. Ее здесь. И Еще одна каша. Это уже гречневая с яблоком и корицей. Мы делаем для вас полезные продукты. Красивое яркое оформление. Вся информация на коробочке есть. Идеальная каша для утра. Она богата магнием и железом, который защищает от повышенной утомляемости и сонливости. Тоже 5 минут приготовления. Срок годности 10 месяцев. Указано на овсяной 9 месяцев. Да. На гречневой 10. На месяц больше. Тоже срок годности 120. Гречка, бамбуковая клетчатка, яблоко, корица. Тоже все расписано. Все источники витаминов и минералов. Здесь расписано. Пищевая ценность. И состав. Хлопья, гречки, яблоко, сушеное. Рисовая мука, бамбуковая клетчатка, корица молотая. И как она выглядит. Вот так выглядит гречневая каша. Гречневые хлопья. С яблоком и корицей. Вот такой был заказ у меня компании Фаберлик. Поделилась с вами. Теперь буду, конечно, пробовать. И расскажу уже свои впечатления в следующих видео. Все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok